Готов ли Владимир Зеленский изменить конституцию Украины, чтобы выполнить Минские соглашения? Я Кристина Терещенко, это программа «Донбасс сегодня». Далее говорим о таком. Как поступят в Киеве с требованиями Кремля вписать особый статус Донбасса в основной закон? Если будет принципово договорение с Россией, то мы увидим нового проекта децентрализации. Десятки камер и рукопожатия с президентом. Но что дальше? Как живут бывшие пленные, когда шумиха стихает? И что происходит с теми, кого обменяли в Донецк и Луганск? Никакой финансовой помощи от государства не получи вообще пока. Граждане несуществующих республик. Почему молодые родители получают документы на своих новорожденных детей из рук самопровозглашенных властей? И что с этим делать? Приезжают и обращаются в любой отдел, получают отказ. Минские соглашения называют единственным способом урегулирования конфликта на Донбассе. Одно из требований, которое должна выполнить Украина – поменять конституцию в части децентрализации и предоставить особый статус Донецку и Луганску. В Киеве, в свою очередь, обещают дать больше прав всем областям, а не только Донбассу. Какой рецепт изобрел Владимир Зеленский и его команда – смотрите далее. Киев, 2015 год. Проект изменений в Конституцию в части децентрализации президента Петра Порошенко, в который был также вписан особый статус Донбасса, вызвал протесты. Тогда под стенами Верховной Рады погибло 14 гвардейца, были ранены полицейские и участники протестов. После кровавых противостояний к изменению в Конституцию не возвращались. Уже новый президент Украины Владимир Зеленский предложил свою версию правок основного закона. Вскоре после встречи нормандской четверки в Париже он внес в Верховную Раду новый проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти. Донбасс в нем не упоминается вовсе. В законопроект включили административно-территориальную реформу, закрепление громады как базовой единицы самоуправления, трансформацию районов в округе, появление новых должностей префектов вместо глав облгосадминистраций. Он предлагает изменить структуру местной власти в стране, уменьшить срок ее полномочий и во многом усилить влияние на нее президента и правительства. Префекты, то есть главы областей, назначаются не более чем на три года и будут в подчинении президента. После презентации на законопроект об изменениях в Конституцию обрушился шквал критики. Одни критиковали его за излишнюю централизацию власти, другие наоборот, уверяли, что в проекте заложена федерализация Украины по кренлевскому сценарию. Среди критиков как местное самоуправление из разных уголков страны, так и посольство западных партнеров Украины, Германии и Канады. Они высказали обеспокоенность ограничениям демократических процессов и призвали согласовать его с принципами Евросоюза. В Кремле, в свою очередь, заявили о необходимости проанализировать проект Зеленского на соответствие минским договоренностям. В январе президент отправил законопроект на доработку. Если ранее все консультации относительно изменения главного закона были закрытыми, сейчас решили пойти другим путем. 25 февраля партия «Слуга народа» инициировала обсуждение продолжения реформы децентрализации в Украине. На первом этапе в Киеве к дискуссии присоединились представители части парламентских фракций, иностранные дипломаты и представители территориальных громад. Результаты этого обсуждения намерены положить в основу изменения в Конституцию. По замыслу властей они должны вступить в силу к местным выборам, которые запланированы на осень 2020 года. Но эксперты уже неоднократно заявляли, что за такой короткий срок сделать это практически нереально. Несмотря на это, работа за командой над изменениями продолжается. Уже обозначили красные линии реформы, вопросы безопасности и территориальной целостности Украины. В расширении полномочий громад, как уверяют в президентской партии, речь идет не об особых преференциях для оккупированных территорий, а наоборот о предостережении от возможных аннексий, новых попыток оккупации и проявлении сепаратизма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 а дальше их судьба под вопросом, где они будут жить. Работы многие еще не нашли, ну а если и нашли, то пока будет первая зарплата, чтобы снять хоть какое-то жилье. А что же с теми, кто вернулся на территорию подконтрольную боевикам ЛДНР? Информацию оттуда о жизни освобожденных пленных получить непросто. На одном из российских сайтов вышло интервью, датированное 13 февраля, с некой Дарьей Мастикашевой. Она, бывшая украинская спортсменка, до обмена провела 2,5 года в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене. По информации российских СМИ, обмененных сторонников группировки ДНР разместили в Республиканском центре профпатологии и реабилитации в Донецке. На фото комнаты, в которых живут люди, а вот прямая цитата слов самой Мастикашевой, о помощи которую им предоставили. Нам выдали 20 тысяч рублей спонсорских, но на них же нужно питаться, класть на телефон. Этой суммы хватило на полтора месяца. Сюда даже денежный перевод невозможно оформить. Я не могу устроиться на работу. Обещали недолгий карантин и свободу в любом направлении, но в интервью российским изданиям сообщается, что Мастикашева 10 февраля пыталась выехать в Россию на КПП Успенка, ее не пропустили и отвезли в МГБ ДНР. После она написала заявление на выезд в Россию, которое, по ее словам, будут рассматривать минимум месяц. И вот в интернете снова попадается еще одна статья уже от 16 февраля, где автор приводит разговор с Мастикашевой, из которого появляется предположение, у спецслужб непризнанных республик к ней есть претензии за попытку выезда в Россию и предание огласки реальной жизни вернувшихся в ДНР пленных. Утром мне позвонила уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова. Упрекала меня в том, что я устроила цирк со своим побегом в Россию, что за меня оттуда все впряглись. Сейчас она говорит, что я не прошла проверку. Они придумали, что у меня полный запрет на выезд, который неизвестно, сколько еще продлится. По информации из групп сторонников-сепаратистов, в социальных сетях еще один вернувшийся на оккупированной территории во время обмена бразилец Рафаэль Лусварги после возвращения в Донецк пропал без вести. После того, как военнопленных из больницы перевели в общежитие, Лусварги, не дождавшись выплаты денежного пособия, без средств к существованию ушел в неизвестном направлении. Отказывался принимать денежную помощь от волонтеров и планировал продолжать духовные поиски в буддистском храме. Встречаются в соцсетях и общие призывы к помощи вернувшимся в Донецк и Луганск пленным. В настоящий момент большая потребность в предметах первой необходимости. Постельное белье не менее 20 комплектов, шторы и гардины на окна на 12 комнат минимум. Луганским ребятам нужен хотя бы один утюг на всех. В тот момент, когда люди возвращаются из незаконного плена ЛДНР на подконтрольную Украине территорию, восстанавливаются их права и свобода. А те же, кто работал на Россию и подконтрольные ей группировки ЛДНР, уезжают под контроль боевиков, по-прежнему оставаясь теми, кто просто избежал наказания за преступление против своей страны методом обмена. Кто-то из них хотел денег, кто-то верил в идею. Но по факту эти люди со сломанными судьбами остаются ни с чем. 60% детей, родившихся на оккупированных территориях, не имеют украинской регистрации. Не все родители хотят проходить через судебную бюрократию и получают свидетельство о рождении и паспорта псевдореспублик. Собирается ли украинская власть решать эту проблему, расскажет Дмитрий Журавлев. В прошлом 2019 году на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, по данным группировки ДНР, родилось почти 9,5 тысяч детей. Украинские правозащитники сообщают, лишь 40% из них получили украинские свидетельства о рождении. Остальные регистрируют новорожденных по месту жительства в непризнанных республиках. Они разрешали меня в городе Донецк и свидетельство о рождении мы пошли получать довольно быстро. Свидетельство получал мой муж, он имеет право. Муж всем занимался, он документы подавал, чтобы получила я свидетельство о рождении ребенка. Обе женщины, с которыми мы пообщались в Донецке, насчет украинских документов отвечали так. Да, есть такое, не слышала. Но подробностей я, к сожалению, не знаю. Ну, я не помню, как бы зачем. Частично это связано со сложностями, которые возникают при регистрации на подконтрольной территории детей, родившихся в Донецке или Луганске. Сейчас сделать это можно только через суд, иначе работники ЗАГСа в регистрации откажут. Граждане приезжают и обращаются в любой отдел, получают отказ и в судебном порядке устанавливают факт рождения ребенка на территории неподконтрольной Украины. И, соответственно, регистрируют в ЗАГСе его, получая легальный документ. Для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, необходимо подготовить пакет документов. В него входит медицинское свидетельство, которое было получено на оккупированной территории, документы, подтверждающие личности родителей, копии паспортов, свидетельства о браке, или, если обращаются родственники, бабушки, дедушки, они также предоставляют информацию об их семейном положении и родственной связи с ребенком. Например, свидетельство о рождении родителей. Данные об отце ребенка вносятся на основании свидетельства о браке или совместного заявления матери и отца ребенка, или заявления матери. Важный момент – регистрировать рождение ребенка может только один из родителей, если они состоят в браке, а также имеют общую фамилию. Иначе обязательно должны присутствовать оба родителя. Кроме того, в некоторых судах иногда требуют додатковые документы, в частности, это могут быть фотографии из пологов, то есть матери, а выписка из ее родов, из пологового домика. И, в принципе, еще один додатковый документ – это отмога из отдела реестрации актов цивильного состояния, которая подается и получается безусловно заявниками, и вызвать себя в суде. Отсутствие у детей, родившихся в Ордлоу, официальных документов затрудняет для них доступ к государственным услугам, социальной защите и медицинской помощи. Даже вопрос выезда с оккупированных территорий с документами, которые не признает Украина, проблематичен. Кроме того, дети, которые родились на оккупированных территориях Донбасса и не получили свидетельства о рождении украинского образца, рискуют не иметь гражданства вообще. Чтобы решить эту проблему, правозащитники предлагают упростить процедуру. В принципе, было бы желание установить саму административную процедуру, для того, чтобы особам не доводилось обратиться к суду. И так же эти повноважения могли бы действовать и в отделе реестрации актов цивильного состояния. На рассмотрении Кабинета министра в Украине находится законопроект, разработанный представителями Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ряда общественных организаций. В нем подробно прописан механизм несудебной процедуры признания фактов рождения и смерти на оккупированных территориях. Разработанный правозащитниками проект закона предусматривает, что заявитель будет обращаться непосредственно в органы ЗАГС, на подконтрольной в Украине территории, предоставлять документы, выданные в Ордло, и уже на следующий день получать на основе этого свидетельство государственного образца. Впрочем, из-за отсутствия политической воли Министерства юстиции, говорят правозащитники, административную процедуру до сих пор не ввели. А в это время, например, в Славянске работники ЗАГСа отмечают уменьшение количества случаев, когда те, кто родил на оккупированной территории, приезжают регистрировать рождение на подконтрольную. Если брать текущий период этого года, у нас зарегистрировано на сегодняшний день 86 деток, из них 12 по решению суда об установлении факта рождения деток на территории неподконтрольной Украины. И это несмотря на то, что сама процедура, даже прохождение судебного процесса, по словам специалистов, максимально ускорено. Решение суда в течение суток принимается, поэтому день-два, как обратился этот гражданин, как быстро он обратился в суд. В том, что касается получения свидетельства о рождении переселенцами, если они официально зарегистрированы и имеют на руках справку в ВПЛ, то здесь все проходит на равных с местными жителями. К тому же сейчас родители имеют возможность даже не приходить за свидетельством в ЗАГС. Женщины, которые у нас рожают, они могут зарегистрировать ребенка, не выходя из акушерского отделения. Приходят 4 дня в неделю сотрудники нашего ЗАГСа и регистрируют. Сотрудники отдела государственной регистрации от гражданского состояния приходят туда, берут документы у родителей, регистрируют и свидетельства о рождении ребенка выдается непосредственно в родильном доме, где родился этот ребеночек. Помимо этого, уже с февраля в Украине в тестовом режиме начала работу программа «Е-малятка». Ее запустило Министерство цифровой политики. Это онлайн-программа, которая объединила в себе 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, оформление которых, по словам разработчиков, займет всего 20 минут. Это включает получение свидетельства о рождении, регистрацию ребенка во всех необходимых реестрах, например, в демографическом или в реестре налогоплательщиков, оформление социальных выплат. Сейчас эта программа работает лишь в нескольких областных центрах, в частности в Киеве и в Харькове, а в небольших городах ее лишь начали изучать. Я думаю, что когда она опробуется во всех пилотных проектах, все будут довольны. И как вариант мы тоже можем в ней участвовать, особенно когда у нас уже будет электронная система. Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что процедуру получения украинского паспорта детьми с оккупированных территорий необходимо максимально упростить, что стало особенно актуально с началом раздачи паспортов России на оккупированных территориях. Но пока все это остается на уровне планов и законопроектов, зависших на рассмотрении в парламенте. И когда эти законопроекты обретут силу закона, никто сказать не может. На сегодня это все. Не забывайте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новый выпуск программы о главных событиях на Донбассе. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова